Они выбирают участок позагажение, взимают аренду, штрафные санкции, а потом передают документы в суд, и когда человек убрался на участке, ему просто взимают участок. Класс! Супер бизнес. Разлив нефти зафиксировали и назначили штраф именно вам. Да это с вас надо штраф взимать. Как всегда, второй участок выделен замусоренный, без акта передачи. Ну тут еще нефтяные разливы. Мусорки, ямы, фундамент какой-то. Ямы, да, тут вагончики стоят какие-то с собаками, тут собаки бегают. Это все приписали нам, естественно, что это все наше, мы за это должны нести ответственность. Понял, давай. Ай ты мой маленький. Хватило голоса, да, позвать нас? Сила к воле, к жизни есть? Эй, товарищ, спасибо скажи, хвостом виляет. О, тем более. Как ты тут живешь? Непонятно, что это, то ли мазут, то ли нет. Так у вас тут получается приют для грибов, ягод, да? А грибы же это животные, приют для дикоросов. Да хватит жрать-то уже. Куда еще? Фу-фу-фу, нефтегаз не добрался. Черная ягода, черная нефть, черный приют, черная администрация. Новый участок для приюта. Слушай, а мы тут детали от капитана не найдем. Слушай, я так понял, мусорка от слова мусор. Погоны надо. Слушай, не зря приехали. Пса спасли, погоны нашли. Кто у нас недавно в звании капитана ушел на пенсию? Сорвали. Что, с собой заберешь-то? Да. Трофей? На приют повесь. На дверь, на вход в приют. Типа не входите, злая собака, а откусит вам погоны. Да. Мешки с погонами капитана. Погоны капитана. Что, служить пойдешь? Сюда? Нет. Нашли погоны капитана. А где сам капитан? А может вот здесь вот дырочку сделать, и это будка получится? Что ты, что ты, что ты, что ты? Где хозяйка? Где хозяйка? А? Жесть. Вот. Реальные катакомбы. Палатку можно поставить. Да. И бардовский фестиваль устраивать. Да. Если приедете, не заблудитесь в мусорке. Всем привет. Мы на участке приюта Берегиня. Это второй участок. Точнее два участка. Номер 4 и номер 13. Максим, подскажи, что тут вообще происходит? Весной ранее здесь нам позвонили знакомые. Сказали, что тут работала тяжелая техника. Слеби техники видны. Вот даже сейчас. Мы когда начали ходить, смотреть где эта техника ездила, увидели ямы. В одной из ям был разлив нефтесодержащих продуктов вот здесь. И за это нас опять хотят оштрафовать. По сути вас уже оштрафовали, да? Да. Протокол этот акт? Протокол составлен? Акт осмотра был. Сюда приезжали земельщики и составили акт. А кто составлял? Тот же Садыков, нет? Нет. Это вообще другая. Роспотребнадзор, что ли. А вы за эти два участка сколько платите в год? Это я не знаю. Да, в Кангелине Игорь на вопрос. Ну, насколько я слышал 800 тысяч в год, да? Ну, вроде что-то такое, да. Сумма тут к миллиону. А по сути территория не огорожена, здесь дороги проходят через ваш участок? Через участок идет дорога к городскому овощехранилищу. То, что должно быть проезжей частью до этого овощехранилища, там… Бесшумный, просто. Алло. Подожди. Сейчас подойду. Не умрет сейчас? Щенок трубу проводился. Надо идти спасать. Где? Здесь? Там. Спасать мне, пожалуйста, надо. Я не добежал до него. Веревку надо. Как туда спуститься? У меня веревка дома. Мне не надо, чтобы не спуститься. Удавка тоже дома, в приюте. Ну, сейчас можно удавку из поводка сделать. Отлично. Так. Я сейчас попробовал туда залезть. Куда туда? Нет. Ну? В смысле залезть? Да. Даже невозможно залезть. Только застрянешь. Вот придумал. Что? Я все рогочину сделаю. Кого? Рогочину. А что я хочу сейчас сделать? И что это мило дадут? Мы сможем на голову его одеть. Или куда угодно. Еще одна труба. А если ребенок упадет? А что тут ребенку делать? Я в своем детстве, знаешь какие дебри залазил. А что мне лопата? Что трубу выкапывать нам? Да. Может это реально МЧС позвонит? Да подожди. Я в лесу позвоню. Сейчас подойдем. Сейчас пытаемся соорудить петлю вместе с рогатиной. Попробуем его достать оттуда. Если не получится, будем 112 вызывать МЧС. Бесил почти. Ну скулил. Скулил он. Мы его нашли по звуку. Скулил он. Сейчас будем доставать его оттуда. Кроме этой трубы, еще вот здесь вот труба. Вот я ее завалил. Вот точно такая же труба. Там никого. Сюда в принципе может и ребенок упасть. Вот тут еще одна такая труба. Тоже ее прикрыл. Вот она металлическая. То есть диаметр. Не знаю сколько. 20. 40. Сорокушка короче. Сюда реально может это ребенок угодить. Запросто. Вот так завалил. Это все. Возможно тут в кустах еще где-то есть. Так что если будете в лесу, ходите осторожно. Так. Ты что? Да нет там нифига. Сейчас из этих. Поищем кто-то. Сейчас кто-то иди. Сейчас что-нибудь придумаем. Думаешь девочка? Детенка. 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 Сейчас ты эту сумку нашел. Иди сюда. Сумку видите. Коробки. Может сумку его засунуть. Вот такую сумку нашел. Нет, он в роготина уже сделал. И что? Сейчас его достану. Так, и нас вот ты туда светил мне. А чем? Ага. Сейчас его в роготина засуну. И что? Надо будет очень-очень-очень быстро его поднимать. О, нифига ты спец. Ага. Так. Понял, давай. Ай, ты мой маленький. Не отпускай, не отпускай. Тихо, тихо, тихо. Возьми его на руки. Он воняет виски. Да? Конечно, он там все мне в говне. Срался, ссался туда, да? Конечно. Что, пойдем гулять? Пойдем, пойдем, погуляем. В общем, я тут пошли. Ой, какой, уйдь какой. Виз. Тихо, тихо, тихо. Он ему дышать нечего, освободи его. Нет, она не натянута. Все. Он еле идет. А белешей не осталось? Нет. Иди, иди. О, бедняжка. Вот так еще на весь. Ага. Долго он там, видать, был. Ага. Суток трое, наверное. Схватило голоса, да, позвать нас? Нет. Здесь истощенный. Ну, он бегает нормально, даже сопротивляется. Давай отвезем. Что-то надо за это вот. Сумка, сумка есть. Сумка. Куда мы его? Сумка есть. Сумка есть, давай в сумку его. Да, он весь провонял. Конечно, вот тут сколько он там лежал, как ты думаешь? Ну, маляшка, двумя. Ой, он совсем маленький. Да. Ну да, он тут пару дней на лежит. Воды нету? Есть. Давай нальем. Ну, сзади, в ногах. Ангелин, принеси, пожалуйста, воды. Емкость здесь есть. Я принес. Сейчас, подожди, я тут завалю эту. Он по плитам, под плитами жил, да? Да, они тут, они тут, они тут, они тут, они под плитами. Не все там. Ну, двигается вроде, очухался. Слабенький. Все, конечно. Своих ищет. Ну, он на колу ночью, он сюда сразу побежал. Иди сюда, ой. Вот, вот, емкость. Иди сюда, ну куда ты, блин? Что, спротивляется, а? Все, давай. Нет. Тут плиты прячутся. Ну, он сразу сюда пошел, целенаправленно прям. Ангелин. Он тут семья бежал. Иди сюда. Давай, давай, давай. Иди, иди воды попей. Хай. О, 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 о. О, сразу же. Чего, отпускать его? Зачем? Пускай, подожди, в это. Пускаем возле воды побудет еще. Так он не хочет. Надо, он сам хочет, сам пойдет. Может, в больницу отвезет? А? Ну, что его таким оставлять? Да нормально он сейчас сходится. Все, вот, сейчас он к своим пойдет. Сила к воле к жизни есть. Знаешь, твой живет. Все? Ты спасибо-то не хочешь хотя бы сказать, а? Эй, товарищ, спасибо, скажи. Хвостом виляет. Да, тем более. Как ты тут живешь? Хе-хе, ты, вы красавица. Своим пошел. Так он сразу направлено и пошел туда под плитой. Целая семья там под плитами живет. Ваш там. Ваш там. Тут миска стоит. Кто-то смотрит за ними. Валер. Ага. Ну, не пахнет, конечно. Иди. Иди. Иди, мой хороший. Иди. Чего? Я ж тебя не трону. Что, мы литушки не успеем закупить, да? Тут у них катакомбы прям. Мы уже не успеем. Ну, вот водичка тут у них есть. Так что, все нормально. Чего, не будем ее никуда везти? Он вон там сидит, у него свое место. Они вокруг него бегали. Он же тут орал, уже услышал, когда вышли. Я ничего не пойму, орет. Я такая, Макс уже ржет надо мной. Он меня позвал, я говорю, мне показалось, что кому-то нужна помощь. А вот видишь, без тебя бы поехали, мы бы не обратили внимания. А ты обратила. Во как. Да, без Ангелина мы бы не услышали его. Мы же пошли сразу по делу. А материнское сердце, видишь, сработало. Тут какие-то черные копатели постоянно роют. Но обычно такие вот ямы вырывают, это чтобы найти золото. Здесь же, видимо, идет, не знаю, добыча нефти кустарным методом. Даже не кустарным, а методом разрывания почвы. То есть вот такие вот какие-то разливы нефти. Ну, как Максим говорит, тут нашли бочку с нефтью, а бочку саму сдали на металлолом. Непонятно, что это, то ли мазот, то ли нефть. Видно следы тяжелой техники. Весь участок перерыт, как будто искали золото. Здесь тоже следы тяжелой техники. Тут прям след видно от протектора. То есть подъезжал сюда кран и вот здесь вот копал вот такую вот яму. Яма вся в нефти. Как нефть вот сюда попала, вообще непонятно. Это получается, что вот отсюда подняли грунт туда и нефть сверху вниз стекала. Ну, нефтепродукт, я не знаю, что это такое. Вот тут еще одна яма вырыта. Траншея. Весь лес перерыт. Какие-то окопы прям. Тут еще один разлив. Тут тоже что-то копали. Непонятно, чем копали. И вот вдоль вот этих деревьев тоже что-то все копали-копали. Очень много накопано тут. Прям целые траншеи. Тоже какие-то курганы. Здесь что-то все разрыто. Здесь ковшом копали. А вообще мне это напоминает несанкционированную свалку. Потому что здесь полно мусора. Какие-то курганы непонятные. Здесь куча мусора. Перемешку с землей. Тут сам мусор валяется. Вот какая-то гора. Гора прям с мусором. И в конце у нас тут сбоку по лесу и сапог. Вот еще один какой-то. Еще одна какая-то яма. Вообще непонятно зачем их роют. Такие глубокие. Вообще похоже на какой-то реальные окопы. Потому что я такие видел только на играх страйкбола. То есть только в такой окоп. Как раз вот человек помещается. Вот тут что-то странное вообще. Тут же какой-то окоп непонятный. Торматура какая-то. Тут тоже все перекопано. После войны. Вот эта ямка очень давно развивалась. Уже прослабься. Зачем она вырыта. Еще и с мусором. Непонятно. Вот это земля под приют. Деревья рубить нельзя. Это приют построить можно. Не знаю где, конечно. Пойдем, пройдемся. Посмотрим. Может быть найдем какой-нибудь. Не, ну вот там где ты стоишь. Можно в принципе две будки запросто поставить. Нельзя. Нельзя? Нет. Почему? Потому что метр квадратный как минимум это будка. А, еще поддон метра это площадь для собаки выгула. Ааа. Да, за одну собаку туда не походи. Пойдем дальше погуляем. Не менее двух квадратов? Вроде было пока не менее раньше так. Сейчас вроде как не больше, не 8 квадратов. Так у вас тут получается приют для грибов, ягод. А грибы же это животные? Смотря как на них посмотреть. Ну где-то я такую трактовку читал. Благородная земля, потому что тут везде муравейники. Ну да. О! Ну лес натуральный вон. Вон, садика. Это что у нас, черника? Голубика? Да, черника. Черника растет. Ну точно приют для... Как это? Для дикоросов. Приют для дикоросов. Нет, их много. Рябина. Не, ну все, это уже лес конкретно. Тайга. Ну что, Тайга, это земля под приют. Так где приют? Это Тайга. Вот это вот земля под приют. Я тебя не вижу даже за деревьями. Я могу открыть кадастровую карту и показать, что это мы находимся на участке земля под приют. Сейчас тебе покажу. Такой участок замечательный. Ты подожди, а ты что, потеряемся тут? Потеряться нет, тут одна тропинка. Ты же в маскировке, а я-то это. Я же за камерой слежу. Тут прям... Не, ну это реально непроходимый лес. Где тут строится? А вам же еще, получается, по этим, по, я так понял, по составленному акту следует так, что вам, по идее, вот здесь вот капитальное строение нужно возвести. Правильно? Да. А где? Что, не видишь что ли где? Тут живом фундамент залит. В виде черники. Что, не видно, да? Нет, не видно. А ты суслика видишь? Ну, о чем ты говоришь, если Роза Ерекеновна нас не видел, как мы можем фундамент здесь увидеть? Вот, понимаешь, вот, глядя на всю вот эту вот красоту, да хватит жрать-то уже, как это можно вырубить, уничтожить, это, мне кажется, единственное место в городе осталось, где вот так можно выйти и ягоду поесть. Вот, где вот так вот деревья еще растут, куда еще, фу-фу-фу, нефтегаз не добрался. Ну, как не добрался, я же только что заснял нефтяные эти. Ну, вон они, да. Не, а вот здесь пока еще нет. А может здесь, здесь бочки зарыть? Так ты мне объяснишь, что это за бочки-то, почему, кто там роет вообще? Вообще, по идее, вот посмотрел, походил, там какие-то реальные окопы, такое ощущение, как будто я такие окопы видел, вот когда в страйкбольную игру играл. Да, по одним данным говорят, что на четвертом участке раньше якобы стояла котельная, еще в советское время там. Ну, там есть какой-то фундамент, да, фундамента много, вот, действительно было какое-то капитальное строение. И говорят, что якобы где-то там на участке закопана бочка двухтонная отработкой с маслом, якобы котельная, это было аварийное топливо, якобы котельная работала на отработке. А по другим данным, какие мы нашли документы на этот участок, в 80-х годах здесь были капитальные гаражи. То есть не вот эти жестянки, а именно капитальные. Стоит там, есть фундамент, все действительно блочный, хороший, как бы глубоко зарыт землю. Сюда регулярно приезжают черные копатели, копают металл, перекопали там, на том участке пол леса. А, находят черную нефть? А, находят, да, в итоге нефть. Ну, мы тут гоняли отсюда, был один парень, он сейчас устраивается в СИН кинологам. Куда, куда? Когда мы тут, Федеральная служба исполнения наказания, рота охраны, исправительную колонию. И нам приехали, как раз были сотрудники полиции, их задержали. И мы как раз в этот момент подъехали. Мы, заявление, сообщение о том, что здесь раскопки, было минимум за два месяца до вот этого, когда мы тут увидели с ними. Участковый появился где-то месяца через три здесь, после нашего сообщения. То есть мы неоднократно делали сообщение в 102, что здесь раскопки какие-то. И только где-то месяца через три полиция сподхватилась сюда все-таки приехать. Материал был отказной опять. Ну, есть мы уже к этому привыкли. Скоро этот материал, я с ним ознакомлюсь. Разлив нефти зафиксировали и назначили штраф именно вам. Как всегда, второй участок выделен замусоренный, без акта передачи. Ну, тут еще нефтяные разливы. Мусорки, ямы, фундамент какой-то. Ямы, да. Тут вагончики стоят какие-то с собаками. Тут собаки бегают. Это все приписали нам, естественно. Что это все наше, мы за это должны нести ответственность. То, что тут горы мусора кем-то были свалены еще до заключения договора на аренду земли. Теперь за это тоже мы отвечаем. В итоге, я так понимаю, администрация находит людей, которые хотят взять в аренду участок земельный. Они выбирают участок позагаженнее. То есть несанкционированную свалку городскую, незаконную. И передают. Потом этот человек должен по договору содержать участок в надлежащем состоянии. То есть убраться там. А пока он убирается, а не ему... А пока он убирается, на него в этот момент делают штрафные санкции. Ц-образно назначить наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, как на юридическое или зону. Потому что невозможно убрать все. Взымают аренду. Взымают аренду. Штрафные санкции. А потом передают документы в суд. И когда человек убрался на участке, ему просто взымают участок. Класс! Супер бизнес. Да. Ёлочка, мне нравится, да. Так подожди, вот здесь вот что, получается, веткабинет, да? Да. Вот здесь вот веткабинет можно, да, поставить? Вон там вон карантин в начале, стационар. Подожди, вот здесь вот вольеры, да, получается. А вот здесь вот прямо на месте этого дерева, наверное, скважину можно пробурить. Но дерево-то нельзя трогать. Как что-то скважину-то бурить? Зигзагообразно вокруг дерева. А вот тут, я думаю, это будет мусорный бак стоять, да? У вас же договор заключен. То есть, это должна быть площадка для выгула. Ну, наверное, лес и выделили с умом, что это площадка для выгула, нет? Ну, давай я сейчас маленечко отойду в сторону. Ты отвернись. Ага. Потом найдешь ты меня. Нет. Вот ради интереса. Нет. Собака примерно в овчарке черно-коричневого цвета. Ну да. Найдем мы ее потом здесь? Нет. Нет? Я тоже так думаю. Ну, вот сейчас уже солнце почти зашло. То есть, сейчас, возможно, и мы потеряемся. Возможно. Тут лес такой густой, что здесь сказ заблудиться в трех соснах. Это действительно. Если не знаешь, например, вот тебе, пожалуйста, три сосны. Прекрасные. Ну, сейчас в них повернемся, маленько не в ту сторону, и все. И выйти уже будет проблематично. Ну, лес высокий. Давно стоит. Ну, ясно, короче. О! Какая крупная. Черная ягода Сибири. Черная ягода, черная нефть, черный приют, черная администрация. Вот это вот нефть. Это нормальная. Подожди ты, ты хрен обойдешь тут. О! О! Отличный пример. Вот такую землю опять в приюту выделили. И что у нас? Это городская свалка. Да не, это приют новый. Да. Новый участок для приюта. Такое чувство, как будто собирают со всех бомжать, и мы везли все сюда. Вон даже миска есть собачья. Да, цветочки растут. Ну, вон миска собачья. Где? Вон. Митерическая. Ага. На чайнике. Ну, все. Начало положено. Миска, вон, вон еще одна миска. Две миски есть, все. Можно приют открывать. А вы планировали вот эту яму залить водой, да? Да, было бы здорово. Ну, типа, водоем для собак, да? Вон они тут гуляют. Это опять беременные. Еще щеки будут. Еще придется кого-то изъемку, кстати. А в итоге, видишь, кто-то... Да не ковыряйся, что ты делаешь? Чубики какие-то. Опа! Слушай, мы тут детали от капитана не найдем, а? Я так понял, мусорка от слова мусор, да? Это что, какое звание? Капитан. Капитан? Капитан, капитан, улыбнитесь, да? Это прям как в этом, в китайском фильме. Погоны надо! Слушай, не зря приехали. Пса спасли, погоны нашли. Это кто выкинул-то? Кто додумался? Слушай, тут детали... Кто у нас недавно в звании капитана ушел на пенсию? По собственному. Вроде отдел ЭРО сформировали недавно. Сорвали прям. Сорвали? А, есть порвано. Ну, да. Видать, кто-то провинился. Что, с собой заберешь-то? Да. Зачем? Трофей. Трофей? На приют повесь. На дверь, на вход в приют. Реальный трофей. В рамку и на это... На дверь, знаешь, какая? Трофей охотника. Что тут, получается, вещи, да, чьи-то лежат? Да, вот здесь, ну, сейчас же, получается, закопаны. Там обувь, одежда, вон, стул. То есть, я предполагаю, что это чьи-то вещи, да, возможно, судебные приставы вывезли? Ну, не знаю, судебные приставы. Мебель тоже сюда. Это все в один момент все скинули. А, ну, тут все засыпали, получается. Ну, это вот это вот засыпали. Вот они тоже, ямы. Это вот эти ямы образовываются, да, даже, да, вот тот нефтяной разлив. Здесь копали специально. Я так понял, что вот эти вот ямы выкопали, чтобы техника не могла никакой оттуда проехать. А, здесь дорога была? Да, вот там дорога. Вот сюда вот так. Вот яма. И рыли? Вот там сразу к вагонам уходим. Ну, вот эту яму уже подкопали, потому что она прям была большая. Лежат вещи. Там спортивный костюм, рюкзак, чемодан какой-то. Обувь, одежда. Вот, там спортивный костюм. Касовки были, туфли. Тумбочки. Ну, это похоже на то, что кого-то выселили. Возможно. А что ты с погонами будешь делать? В рамку поставишь? Да. На приюте. Нам не страшен серый волк. Типа не входить, злая собака откусит вам погоны. Да. Ну-ка, покажи еще раз. Да. А, слушай, а там, это, я не знаю, я же не служил никогда в этом. Там же номер какой-то должен быть? Нет. По идее, на звездочках там внутри, под ними, нет? Дефицировать невозможно. Если где-то есть заявление о пропаже капитана. А-а. То, возможно, он здесь, да? Возможно, я не удивлюсь этому. Ну, блин, откуда-то же они здесь взялись. Кто-то же вывез мешки с погонами капитана. И он высшее звание получил майора. И сам себя сорвал погоной? Да, зачем-то выбрасывать. Нет, так сорвано. Не просто снято, а выдрано. Да. Вместе с рубашкой. С мундиром. Это мундир или рубашка? Это, скорее всего, мундирные. А, нет. Чего-то его знает. Ну, номера нет. Звездочки вот так вот. Гусики. Звездочка. Оба-на. Зачем? Зачем? Зачем не снимают? Ставьте звездочку. Четырнадцать. Партия четырнадцатая погон. Прошиты были. Если были пришиты, значит, человек долго у них ходил. Значит, они были как это зафиксированы. Потому что в основном сюда продевается пуговица. И под нижнюю лямку там либо булавка вставляется, либо еще что-то, чтобы можно было их снимать. Эти были пришиты. Так что, скорее всего, это с кителя. И шелести. Не с рубашки, а именно с кителя. Потому что рубашка стирается чаще и погоны снимаешь. Когда стираешь. А китель, ну, как бы что. Он на рубашку одевается. Его не так часто пачкают. Не, Макс, а что ты жалуешься? Ты смотри, какой тебе трофей достался. Шикарный участок. Погоны капитана. Что, служить пойдешь? Туда? Нет. А ты жаловался. Плохой участок, плохой участок. А может, генеральский найдешь? Нашли погоны капитана. А где сам капитан? Ну, раз сорвали, значит, что-то с капитаном случилось. Не, ну, просто там много мешков странных. Да? Так там, может, какие-нибудь персональные данные, я не знаю. Может, компромат там какой-то. Не зря же тут вон, это, кладоискатели копали ковшом. Возможно, погоны искали. Так это, наверное, это, от моста. Вот тот мост, который снесли, это, скорее всего, от моста. Ну, да, вот мост шел. Вот так вдоль моста шел. Какой мост? Это ваш участок, да? Да. И что вам вот с этим делать? Это вот это уж убрать, это невозможно. А может, вот здесь вот дырочку сделать, и это, будка получится? Может, там полы внутри? Нет, конечно, это капитальное строение. Видно же сразу. Два. Вон оно, как это, как пирамида сделана, то это, три ступени. И что с этим делать? Вольеры вот на этом строить. А это, ну, этот, я так понял, тренажеры для собак, да? Угу. Таскать, а вот это вот, тут вот, это, я так понял, материал для строительства вам подогнали, да? Кстати, вот. Да, вот, смотри, какая шикарная. Да, знаешь, что, шутки-шутка, между вот такого вот, действительно, можно насобрать. Все, половина приют. Какое-то помещение делать. Вот, начало приюта положено. А вот это, я так понял, подстилка для собак. Угу. Мягкая такая. Тихо-тихо, не трогай. Люди не свиньи, люди гадали, потому что они загадили. Вирода. Я этот момент видел во сне. Ты вот эту фразу сказал прям. Свиньи так не делают. Прикинь? Прям вот эту фразу я слышал во сне. Я помню, я проснулся, я думаю, что это за херню говорит. Не херню. Это у меня не херня. Не, ну тогда-то я вообще тебя не знал. И в помине, это года три, наверное, было назад. Ну, а как, и что? Свиньи так себя не ведут. Называть люди свиньи, это неправильно. Люди гадали, потому что они загадили все. Вот с этими вагонами, вот этот вагон. Наши змеи, эти ровно погромет. Это вагон навалил у него. Ну, она просила ее, про нее вообще ничего не расскажет. А мы сейчас из-за нее получим штраф. Так что теперь про нее мы все рассказываем. Ну, почему-то вот тут собака милая от двух лоба. Ну, вот тут. А вон внизу собака какая-то. Собака? Да, вон внизу. Это тот, который гулял тут. Живые? Ну-ка. Да. Подвинься. О, в той комнате дальней. О, какой тут бардак. Это можно показать? Не знаю. В прошлом году у них подбирались. Вон, опять к этому сиденье идет. А вот это все можно показать? Ну, это Валя загадила. Это ее. О, можно. По вопросам звонить. Что ты, что ты, что ты? Что ты? Кушай тут. Все. Где хозяйка? Где хозяйка? А? Где хозяйка? Чего молчишь? Вот из-за того, что мы решили помочь Валентине Луневой. Да. Нам сейчас могут инкриминировать жестокое обращение с животными. За что? За то, что они в заперти здесь. В заперти? Да. А вон висят замки на вагонах. Собаки. Действительно, это жестокое обращение с животными. Только не с нашей стороны. А со стороны вашего субарендатора? Ну, мы не можем ей передать субаренду, потому что она не является приютом. А вообще она как здесь учтилась? Самозахват. Самозахват? С 13-го года они здесь стоят. Ну, вы не возражали, что мы на сюда заехали? Когда нам дали землю, они уже здесь были. А-а-а. То есть, подожди, подожди. Вам выделили землю. С чужим имуществом. Подожди. Вам выделили землю с разливами нефтепродуктов, вон там вдалеке, да? С траншеями, с окопами, с мусоркой. И вместе с балками, с собаками. Сколько тут собак? Четыре? Говорят, что да. С этим железобетонным капитальным фундаментом. Сколько там опор? Штук двадцать? Где-то так. Может, даже тридцать. Больше, наверное, мне кажется. Да, дорога, которая проходит прямо по вашему участку. Несколько раз тут дороги проходят. И ути на дорогу. Получается, вместе с тремя балками, вместе с собаками, вместе с жестоким обращением. И вместе с субарендатором, неофициальным, так сказать. Шикарная земля. А, еще и с лесом непроходимым. Где хрен, где хрен, что построишь. Ну, вот тут-то можно еще что-то построить, позволяет участок. А там, ну, даже если бы можно было бы вырубить что-то. Ну, не знаю, у меня бы рука не поднялась. Нет. Пусть лучше я здесь бы поютился где-то, как-то придумал, куда тут собака сидит, но там нет. Еще и аренду с вас взимают, 800 тысяч в год. И влепили вам штраф и уже. Да, предписание за мусор, который вот мусор. А это что такое? Это с ее вагонов мусор, да? Да. Она утверждает, что она убиралась с вагонов. Там в той яме мусор. За это нам влепили штраф, за вот этот нефтяной разлив. Ну, за мусор пока еще не влепили штраф, предписание было. А за вот этот нефтяной разлив уже было на рассмотрение, уже должны, наверное, вынести какое-то постановление по поводу штрафа нам. За вот эти, вот буквально сегодня позвонил Светнадзора, позвонили нам, сказали, что у нас на участке вот содержатся собаки, жестокое обращение животное. Да, они предложили Валентине, чтобы она как-то решила этот вопрос. Она не откажет, что это ее собака, что это ее вагоны, причем у нее имеются документы на эти вагоны. Они официально ее, нефтегаз ей передал в свое время уже очень давно. Но они номерные, вот у них есть номера на вагоны, технадзоровские. Вот, они предложили, чтобы она передала собак отсюда в другое заведение. Сначала она согласилась. Она вроде бы как бы спокойно сначала начала на это реагировать, что да, да, надо их убрать, потом обвинила нас вообще абсолютно всех смертных грехов. Мы тут ломаем ее вагоны, мы травим ее собак, мы тут подкидываем трупы на свою землю, мы подкидываем трупы, это с ее слов так было. Ну, что, как будет это все развиваться дальше, я не могу сейчас сказать. Вот с этими вагонами, ну, что-то в любом случае нам придется решать. Потому что опять мы получим штраф, опять мы, это может дойти до уголовного дела, так как на нашей земле располагаются эти вагоны, и нам могут инкриминировать жестокое обращение животным. То есть мы, по сути, снимаем это видео для того, чтобы предупредить общественности и администрацию о том, что вашей вины в данной ситуации нет. Правильно, Павел? Ну, то, что нам администрация и все эти надзорные органы инкриминируют, если углубиться в самое начало, да, там, по базовой, выделили городскую свалку и инкриминируют нам не облагораживание территории, чтобы облагородить, тут ребята с администрации, приведите территорию в порядок изначально, выделите участок нормальный, не городскую свалку, которую мы должны потом убирать за свои средства, своими руками, а потом еще вам за это штраф платить, да это с вас надо штраф взимать. И не буду я бояться этого говорить, я буду постоянно это говорить. Здесь тоже выделили, вы хоть знали, что здесь находится, а вы знали, что здесь находится, прекрасно знали. Почему вы не позаботились, что вы передаете? Вопрос такой вот к администрации, почему вы заблаговременно не привели участок в надлежащее состояние, а потом начинаете штрафовать? Это к вам вопрос, а не к нам, почему мы не содержим участок в надлежащем состоянии? С вами подписали договор аренды, но при этом акта приема передачи земельного участка нету, отсутствует? Есть договор аренды, акта приема передачи нету. При этом плату уже взимают? Да, ни на тот, ни на этот участок нету. На тот тоже нету? Нету. И вас оштрафовали за то, что... Да. Это как так? Вот так, так. Все риэлторы, все знают, что квартиру никто... Сделка не считается завершенной, пока нету акта приема передачи. Ну, это вот вопросы к администрации, как они передают участки земельные. Жесть. Вот. Ну, это не капитальное строение, это какие-то плиты валяются, непонятно откуда. Валяются, видно, уже давно. Да, это, возможно, какой-то мост был, да? Росли в землю. Да, вот что-то прям реальные катакомбы. Вот какая-то плита типа. Это тоже на вашем участке, да? Да. Вот прям хорошая, монолитная прям плита. Здесь можно избушку построить, кстати. Болок поставить. Выровнять, да. Но опять же, тут все, видишь, деревнями поросла. И как тут что ставить, вообще непонятно. Ну что, этот, палатку можно поставить? Да. И бардовский фестиваль устраивать. Тот 13-й участок, естественно, как бы, ну... Я не могу ничего сказать. Скажи, отличный дикорос, черника. Да, ягода там вот такая вот классная. Грибов, к сожалению, пока не нашел там. Но ягоды там очень много. Не приезжайте туда. Нельзя, мы вам не разрешаем. Вон там, видно, опять же, муравейник. Да, если приедете, не заблудитесь в мусорке. Это да. Там, в этом лесу и в соседних мусорках очень легко заблудиться. Что могу сказать в итоге? Люди, которые планируют взять в аренду земельные участки у администрации города Сургута района, изначально смотрите на эти участки, берите представителей администрации города, едьте на этот участок, прописывайте свои претензии, а потом только... Снимайте на видео? Да, снимайте, фиксируйте это все на видео, и только потом, с устранением этих претензий, берите участок, а не так, как мы. Нам сказали, там ваша земля. Все. Когда мы приехали на эту землю, когда мы ее нашли по итогу, оказалось, что там городская свалка. Это вот на базовой. Здесь тоже нам выделили участок. Мы приехали летом, а тут тоже свалка. Хотя назначение земельного участка для приютов. А договор когда заключался зимой? Вот это я не могу тебе сказать. Это у Ангелины Игоревны надо спрашивать. Все под снегом было. Вы вообще не смотрели, что ли, участок? Вслепую взяли? Мы его видели, но не вот так вот. Вот этих нефтяных разливов не было. Здесь на этой дороге копок вот этих вот не было. Тоже копали, много видно было. То есть, ну, более-менее участок был в нормальном состоянии. Потом вот начались вот эти помойки, свалки. То есть, ну, когда мы еще не думали про этот участок, что он достанется нам. А если подписываете договор, то обязательно пишите, что участок полностью не осмотрен. Акт приема передачи требуйте. Да, и акт приема передачи. Да, потому что... И прописывайте обязательно в договоре, что акт приема передачи пока еще не подписан. Участок не принят полностью. Ну, какую-то такую фразу. Да. Юристы знают эту фразу. Очень большая площадь. Нет ресурсов огородить эту площадь. Огораживать 2,5 гектара. Ну, это очень дорого обойдется. Сейчас первым делом надо решить вопрос вот с этими вагончиками, с этими собаками. Вот. А дальше уже будем смотреть. Будем все-таки здесь строить. Планируется строиться. Тут и приют, и спортивно-книровочная площадка для животных. Все? Все. Благодарю тебе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok